В Приморье началось обновление парка пригородных электричек. Первый состав уже проходит обкатку. Все вагоны оборудованы системой подъема маломобильных пассажиров и санитарными комнатами, мягкими сидениями и климат-контролем. Это пока единственный электропоезд такого класса на Дальнем Востоке. Еще четыре поступят в регион до конца года. Наш корреспондент Ксения Колчина оценила новинку. Перрон отражается в отполированной до блеска поверхности вагонов. Абсолютно новая электричка, построенная в 2018 году, осваивает приморские железные дороги. Пока что колесит без остановок. Машинисты привыкают к новому составу, обкатывая его перед выходом на маршрут. Десятую держу. Сигналы подаем. В кабине локомотива не один, а три машиниста. Это на время инструктажа. Более опытные обучают молодых коллег. Новый поезд по-другому тормозит. Так мягко, что пассажиры даже не ощутят толчка. Но для этого нужно привыкнуть к управлению. Сама электроаппаратура другого вида. Управление, оно несложное, но оно отличается от управления, которое было использовано на тех северных поездах. Пассажирам не надо вдаваться в технические тонкости. Всё понятно без слов. Новые мягкие кресла, специальные места для инвалидов и даже крепления для велосипедов. Главная особенность новой электрички — отсутствие тамбурных дверей. Можно легко переходить из вагона в вагон, а из кабины машиниста без проблем заглянуть в хвост поезда. Если, конечно, электричка в этот момент не поворачивает. Прежде перегородки между вагонами сохраняли тепло. Но в вагонах новой электричке всегда будет не холодно и не жарко. Климат-контроль следит за температурой. Так выглядят приморские электрички сейчас. Их ещё называют деревянными из-за качества сидений. Для тех, кто едет в находку, дорога занимает порядка пяти часов. И это путешествие не в самых комфортных условиях. Парк Приморского депо устарел. Каждый год списывают по одному составу. Это поступление — первое поступление за последние шесть лет. Последний раз в 2012 году получали четыре состава. Средний возраст приморских электричек на сегодня где-то от 15 лет. Это на самом деле очень много. Поэтому эта электричка очень вовремя пришла. Обновление парка электропоездов продолжится. Две электрички регион получит до конца этого года и ещё две в 2019.